Клево всем, друзья! Я опять выскочил на рыбалку. 5 ноября, 4 градуса тепла, пол девятого утра, не спешил, ехал спокойно. Куда спешить? В планах ловля на поплавок карася. А сейчас он раньше девяти, даже раньше десяти вряд ли клюнет. Холодно, пока начнет водичка прогреваться. Приехал на один из степняков Краснодарского края. Такое вот место интересное. Такой свежий ветер, но выбрал за куток. Поездил, посмотрел, где встать за куток. Рыбаки только рядом одни сидят, больше никого. В такую погоду не хотят выходить. Ну что, ребята, погнали, собираюсь. Ну что, друзья, холодно, 4 градуса тепла. Днем передавали 11-12. Солнышко, ну пока пасмурно. Еще легкий туман. По дороге ехал, хороший туман был. Поэтому зимняя рыбалка. Все. Вся рыбалка сейчас должна быть с учетом того, что зима, холодно. Все. Поэтому обязательно темные составы, обязательно мелкие составы, обязательно не сильно ароматизированные составы. И желательно животного происхождения запах. Беру, как обычно, черный лещ. Мелкая темная прикормка. Совершенно не пылящая. То, что нужно карася. Карась пыление не любит. Беру пока одну пачку. О, охотники бахают. Вот такая прикормка. Есть крупные частички кукурузы. Но не погоду. Кстати, более крупные стали. Раньше их было, они были более мелкие. Сейчас идут более крупные. Чуть изменили. Что, если честно, не есть хорошо. Ну, пойдет. Пойдет. Запах очень легкий, ванильный. И для начала водички. Буквально чуть-чуть. Просто нужно... Буду дополнительно еще добавлять арому в холибуд. И поэтому перед этим нужно слегка смочить прикормку. Чтобы она начала пить воду. И после этого я уже во влажную прикормку буду добавлять арому. Готово. Она влажненькая. Даже пытается слегка лепиться. Но это... Сейчас 15 минут. Прикормочка нагреется. Начнет работать. Впитывать воду. И можно будет добавлять арому. Пока занимаюсь удочкой. Вот такая у меня шестерка. Для крепления лески у него мягкий коннектор с узелком. Красавица. Удочка легкого класса. Мягенькая довольно. Классно. И забрасывает легкие монтажи. Ну, соответственно, для рыбы, скажем так, до полу до килограмма это ее рыба. Больше это уже слабовато. Тяжело будет поднять. Может сломаться. Сгибаться в облик. Ну, для ней крупная рыба. Для карася. Это идеальная удочка. Класс. Кайфую от нее. Начну с вот такого монтажа. Поплывочек 2 грамма. На конце петля делаю удавочку и на коннектор затягиваю. Все. Никогда никуда не денется. Только оборваться может. Ну что, прикормка подсохла. Отлично. И можно смело добавлять арому. Если бы я добавил арому в сухую прикормку, а так как арома на основе меласы, то прикормка была бы сухая с меласой. Пропиталась бы ей насухо. И при попадании в воду она начала бы сильно, меласа начала бы растворяться, сахар. И прикормка начала бы сухая. Она просто начала бы всплывать. И был бы гейзер, фонтан. Но с рыбой было бы плохо. А минус, что прикормка лежала на дне каменно, запах от самой прикормки и запах от аромы начал растворяться не спеша в воде, в холодной воде. И звать рыбу. Значит, добавлять буду холебут, палтус. Лить буду немного. Вода холодная. И большое количество орова рыба может отпугнуть. Прикормку буду делать тяжелую. Чтобы дольше лежала на дне шарами. И очень медленно шары разваливались. Это готово. Теперь нужно мясо. Рыбе надо что-то, что ее удержит на точке. Червя сейчас чревата. Но у меня есть мороженый мотыль мелкий. И вот я его сейчас буду добавлять. Теперь надо хорошо разбить, перемешать и помыть руки. Он очень аллергенный. И у меня уже был случай, что на него вылезла аллергия. Все, отличная прикормочка получается. Все разбилось. Вот он, мелкий мотыль. Закармливать буду шарами. Выкину практически все. Оставлю чуть-чуть на подкорм. Если что, у меня еще есть прикормка. Домешаю. Пока одной пачки хватит. Надо, чтобы он вообще подошел. И хоть как-то проявил себе. Все, прикормка у меня тяжелая, не пылящая. И с добавкой мелкого мотыля, который будет удерживать рыбу, если вдруг она подойдет. В идеале был бы крупный мотыль. Но его я не знаю, где взять, где найти. Прикормка готова. Занимаюсь отбитием глубины в месте ловли. Ну что, друзья, ловить буду на маховое удилище с жесткой оснасткой. Снасть с подпаском. Как я огружаю такие поплывки, можно перейти по ссылочке. Очень подробно в аквариуме показываю, как я это делаю. Чтобы можно было понять, почему эти монтажи на данный момент лучшие. Что они великолепно показывают поклевки и классно работают. Чтобы мне его правильно огрузить, мне нужно найти нулевую точку. Я ее так называю. Это точка, в которой крючок будет касаться дна. Пока сам крючок. Все. Мне нужно для начала найти этого. Для этого мне нужно сделать так, чтобы поплывок тонул. В самом начале я закидываю небольшую глубину. И смотрю рабочее положение поплывка. Чтобы я знал, понимал, что меня ждет. На данный момент рабочая поплывка вот такая. Теперь я беру просто тяжелую дробинку. Из недорогих грузов. Которая гарантированно утопит мне поплывок. Зажимаю в ней крючок. Можно пользоваться разными вариантами. Кто чем. Кто-то сам делает, кто-то покупает спортивные. И теперь мне нужно сделать так, чтобы вот это грузило коснулось дна. Как я это пойму, поплывок выйдет на ту рабочую состояние, в котором он плавает без дополнительного груза. И когда крючок не касается дна. Закидываю, проверяю. Сейчас поплывок должен утонуть. Нырнул сразу, без разговоров. Теперь по чуть-чуть добавляю глубину. Здрасте. Утонул. Утонул. Ну как у вас клев? Бывают поклевки. Не поймал. Это бывает, да? Хорошо. Ага. Пока еще даже не начинал. Ну а как по-другому? У нас хочется рыбку ловить и получать удовольствие. Ну, по-разному. Так, чуть-чуть поплывок вылез. Уменьшаю глубину. Все, отлично. Поплывок вышел на свою рабочую дистанцию. Это значит, что крючок лежит на дне. Вот теперь видно, какая здесь глубина. Вот, чуть больше метра. Это метр двадцать. Все, на данный момент крючок вот так касается дна. И поплывок стоит вот так в воде. Теперь эту глубину мне нужно запомнить. Потому что я буду передвигать. Делать так, чтобы подпасок лежал на дне. Или если мне нужно будет поднять, подниму выше. И чтобы я всегда мог к этому вернуться. К этой глубине. Поэтому, что я делаю. Беру маркер. У меня карповый маркер, которым леску отмечаю. Удилище. Леску кладу параллельно удилищу. И по нижней части поплывка Делаю маркером отметку. Готово. Все. Я всегда могу вернуться к этой глубине. У меня здесь есть подпасок маленький. Есть еще один подпасок. Я сейчас кладу два подпаска. И их чуть-чуть развожу. Вот так. В пару сантиметров. Остальные груза поднимаю сантиметров тридцать выше. Теперь. Мне нужно сделать так, чтобы первый подпасок лежал на дне. Весь поводок будет лежать на дне. И при малейшем поклевке, когда приподнимает подпасок, я уже буду видеть поклевку. А подпаски у меня маленькие. Вот такие легенькие. И рыба их практически не почувствует. Что мне нужно сделать? Увеличить глубину. Увеличить глубину на вот эти 15 сантиметров и плюс еще один сантиметр узелка до подпаски. То есть увеличить глубину примерно на 16 сантиметров. Готово. Сейчас оба подпаска спущу вниз. Тяга приличная. Два небольших подпаска. В общем размере они меньше спичной головки. Два подпаска. Забрасываю. Отлично. Поплывок сейчас стоит чуть-чуть выше. Так, а ну разведу подпаски. Все. Отлично. Так как подпасок лежит на дне, поплывок слегка приподнятый выше. Все. Готово. Как я огружаю вот таким образом, есть видео у меня на канале в аквариуме, где я подробно показываю весь процесс и рассказываю в аквариуме. Заходите, смотрите. Оставлю ссылку в описании и параллельно ссылку в видео. Теперь можно что делать? Закарливать. Так, вот беру прикормочку, клеплю шарики. Вот смотрите. Так вот шарик, и вот сколько в нем мотылька. Надеюсь рыбке понравится. и навесиком туда. Там свальчик. Поэтому кидаю чуть-чуть перед поплывком. Готово, друзья. Вот это вот для подкормка. Если вдруг понадобится, маленькими шариками размером с грецкий орех подкидывать по чуть-чуть. Все. Мелкая рыбка, я думаю, уже там. Густерка, подлещик, плотва. Я жду карася. Пока можно позавтракать. Я на диете, поэтому завтракал мне бананой. 10-15 минут. Можно смело ждать. А скорее всего поклевки с большой вероятностью будет после 10. Хотя кто его знает? Опа, поклевочка. А это рыба лечь, друзья. Я уже попадал на этом водоеме, что клювали на фидер на любой дистанции только вот эти рыбы. Если это будет так же, это будет очень плохо. Потому что в тот день кроме них не было ничего от слова совсем. Зато подъем сделал как положено. Если так, это будет очень плохо. Оп, 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 оп. Густера. Так. Плотвечика поймал. Плотву поймал. Густеру поймал. Где же карась? Сюда, иди сюда, иди сюда. Это кого я тут садил? Плотвечик. Плотвечик. Ну какой подлечик шикарный. Во. Красавица. Это повеселее. Повеселее, поинтересней. Хочу продолжение банкета. Иди сюда. Плотва. Оп, 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 оп. Утопчик был. Густерочка. Попробую два одеть. Повел, повел, повел. Опа, оп, 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 оп. Густерочка. Повела, а так классно. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Кто это такой шустрый? Это на карасика, друзья, похоже. Не, это плотвечик. Ничего себе. Вот это батон. Вот это батон. Ого. Во, ребята. Вот это плотвечик. А, красавица оранжевая. Да, если бы такие клевали, было бы классно. Маленького, худенького опарыша. Вот так вот. Да, свежо и даже очень. Ветер холодный. Рыбка мелкая поклевывает. Но, ключевое слово два. Мелкая и поклевывает. Карася пока нету. Что-то кажется мне с такой погодой. И не придет холодно. Надо было уже перчатки даже брать. Иди сюда. Кто это такой, а? Кто это, кто это, кто это? Неужели он? Ого, 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 друзья. Класс. А ну, 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 ну. Подлещик. Так. Если такие подлецы клюют, нужно подсак собирать. А ты поводочек тоненький, крючок маленький. Да, вот. Ого, росавица, люди. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, борзенький подлещик. Подлещик. Так. Я все-таки подсак буду собирать. Меночка сложилась. Расклюют вот такие красавцы. Надо собрать подсак. Надо собрать подсак. Подлещик опять. Вон, 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 хороший. Офигительный. Вот это другое дело. Вот это другое дело. Интересно. Такой красавчик. Ну, что, друзья, улов небольшой, но тем дорог. Вот такие даже подлещики влетали. Классно. Рыбка остановить не смог. Была подходами. Я ловил. Удочка не доставала, да не засвала. И я ловил где-то Посередине свала Небольшой сантиметров 30 И вот я на нем ловил А рыба походу стояла чуть-чуть дальше Чуть ниже И вот она подходами подойдет, отойдет И остановить не получалось И прикормка возможно туда скатывалась Но тем не менее Кайфанул, рыбку получил Было очень холодно Но тем не менее кайф Я кайфанул Все, рыбку отпускаю, домой Все, плывите До новых встреч, друзья